Всем добрый день! Меня зовут Елена Ронина, и сегодня мы на наших литературных понедельниках опять продолжаем разговор о Таити. Уже два наших понедельника мы с вами про Таити говорили. Сначала мы готовились к поездке, потом мы на Таити с вами летели и немножко рассказывали об истории Таити. Ну и вот, наконец, мы летели-летели и прилетели. Так что сегодня просто Таити. Что-то мы увидели. Итак, отдых без экскурсии. Два долгих тяжелых перелета. И это было только начало. За 17 дней пребывания в поездке я насчитала их 9. Из них 4 более 10 часов. Для организма стресс, и к этому нужно быть готовым. А еще больший стресс я получила, вылетев в пятницу вечером 7 сентября из Токи и прилетев через 12 часов на Таити в пятницу же утром. А уже когда я увидела в небе непривычную большую медведицу, у меня совсем голова закружилась. Так и провела я под Южным Крестом больше двух недель в легкой эйфории. На Таити все другое. Природа, воздух, люди. Оказываешься в другом измерении, практически на другой планете. Мы сразу приняли решение ни на какие экскурсии не ездить. Может, и неправильно. Скажу вам, неправильно. Но мы почитали отзывы, сопоставились с непомерными ценами и решили, что две недели мы не хотим тратить на путешествия с незнакомыми нам людьми еще и на английском языке. Экскурсии на русском по стоимости – это почти такая же поездка. На Таити главное – это природа, океан, небо. Вот в это и надо окунаться. После завтрака в гостинице, где нас с поклоном и улыбком встречали таитянские работники ресторана в цветных одежках и с неизменным маору-ру, мы брали каноэ и уплывали в океан. Часа на два, на три. Плыли вглубь, вдоль берега, останавливались, купались, любовались на воду, которая постоянно меняла цвет. Это зависело от глубины, от погоды, от места. Смотрели и запоминали. Довольно быстро привыкли к рифовым акулам, которые совершенно не опасны. Нас, во всяком случае, не съели. Обедали, как правило, в близлежащих ресторанах, где вкусно, но дорого. Любая деревенская забегаловка держит цены. И делать нечего, выбора-то нет. Остров. Самым излюбленным для нас блюдом стал тартар из тунца. Нигде я не ела такого мяса. Свежее мясо буквально таяло во рту. Ресторанные столики располагались прямо у океана, и вместо собак тут копошились голодные акулы. Для нас, естественно, шок. Бесшумно двигаются стаями, подплывают и ждут, когда им бросят какой-нибудь кусок, хватают с налета, раскрыв огромные, несоразмерные для их длины пасти. И становится жутковато. А с другой стороны, практически домашние животные. И целыми днями гуляли. Подолгу, независимо от острова, где мы жили. И вдоль берега, утопая ногами в белоснежном песке, и вдоль дороги, удивляясь на женщин, лихо рассекающих на мотоциклах, и детей, которые постоянно играют в футбол. Картина Гогена «Женщина с цветком». Про женщин это отдельная история. Заправляют на Таити всем представительницы славого пола. Они работают в гостиницах, водят мотоциклы и автомобили. Шеф-повара в ресторанах тоже дамы. Мужчины на Таити – капитаны или официанты. Или просто отдыхают с бутылкой пива. Глядя на Таитяна, кисти Гогена ловила себя на мысли. Они и вправду такие несимпатичные. Или Гоген не умел рисовать. И почему все они на одно лицо? Только прилетев на Таити, наконец, понимаешь всю правду жизни. Таитянки именно такие, какими их нарисовал великий француз. Но они потрясающе красивы, потому что они позитивны. В их улыбке все солнце южного полушария. Их фигуры пышут здоровьем. На таких женщин можно положиться. Ими нужно восхищаться. Я не могла себе отказать в удовольствии их пофотографировать. Каждый раз я спрашивала, можно ли мне сделать снимок. И всегда получала положительный ответ и улыбку вдобавок. А еще у всех женщин в волосах цветок. Кстати, именно из этих цветов на нас надели венки по прибытии. И этот приятный сладковатый запах слышится мне сегодня, в прошествии многих лет. Так почему этот цветок имеет такое большое значение? Как нам рассказали местные старожилы, этот цветок называется тиаре. Или гордения таитянская. Гордения таитянис. Он очень распространен во французской Полинезии. И является символом этой территории. Каждый год с 5 по 8 декабря на Таите отмечают праздник этого цветка. Тиаре – вечно зеленый тропический кустарник высотой до 4 метров с блестящими темно-зелеными овальными листьями. Цветы молочно-белые, очень ароматные, имеют форму звезды. Цветет тиаре круглый год. Впервые о нем упомянул еще Джеймс Кук. Успел, бедолага. Обычно таитянку изображают парео из цветков тиаре в волосах, чаще за ушком. Каждому, кто приезжает во французскую Полинезию, вешают на шее колье из цветков тиаре в знак расположения и гостеприимства. Или просто прикалывают цветок к волосам. Цветок в волосах женщины на картине Полигогена «Женщина с цветком» – именно гордения таитянская. Интересно, что мужчины на таите украшают свои головы бутонами тиары, а женщины полностью с раскрывшимися цветами. Так что, если не хотите неприятностей, лучше не рисковать, а то подумают еще, что это уже совсем даже не бутон. И, кстати, разные наклонности у мужчин и женщин на таите мы тоже встречали. Ну и, конечно же, есть свои поверья и ритуалы, связанные с этим цветком. Если беременной женщине снится, что она срывает цветок тиаре, то на свет родится девочка. Если бутон, то непременно родится мальчик. Еще цветок тиаре может сообщить о вашем семейном положении. Если вы носите тиаре за правым ухом, то вы свободны и готовы к любым приключениям. За левым вы состоите в браке или помолвлены, а значит, любое кокетство или флирт неуместен. А если за обоими ушами, то вы состоите в браке, но семейные узы не удержат вас от необдуманных и рискованных авантюр. Наконец, цветок тиаре в волосах юной девушки намекает всем заинтересованным лицам, что девушка уже достаточно выросла. И для любовных приключений она готова. Кстати, до тех пор, пока миссионеры, прибывшие из Европы, не познакомили аборигенов с механическими часами, те узнавали время по цветкам тиаре. Бутоны раскрываются между 12 и 2 часами дня. Во время ежегодного праздника цветка тиаре тысячи этих ароматных белых цветов украшает гостиница, аэропорт, банки и другие общественные учреждения, которые соревнуются между собой за право обладать званием «Лучший тиаре на Таити». Основу празднику заложило феминистическое движение женщин Таити, зародившееся в 1962 году. То есть мне не показалось, что женщины на Таити слишком свободны. Немного они даже напоминали мне амазонок. Слишком много в них силы, уверенности в себе, даже некоторой снисходительности к окружающему миру. Первый праздник цветка тиаре был приурочен к открытию первых детских яслей в стране. А с 1985 года праздник стал доброй традицией. На сегодняшний день праздник тиаре – это своеобразный конкурс флористики, в котором принимают участие все желающие. Сам конкурс проводится в двух номинациях – маленькая и большая композиция. Причем во второй категории размин конкурсного цветника должен быть не меньше 50 квадратных метров. Ну и, конечно, непременным условием соревнований является использование цветка тиаре в букетах и композиций цветков. Цветки тиаре используются в медитации. Ими лечат раны, мигрени, различные заболевания кожи, особенно ожоги и для приготовления духов. Аромат тиаре напоминает запах гордыни и туберозы с легким оттенком цветов яблони. Вот такой цветок, который вас встретит сразу по прилету, будет сопровождать вас во время всей поездки. А его аромат навсегда запечатлится в вашей памяти. Ой, вы знаете, вот я читаю про этот цветок тиаре, и я действительно вспоминаю этот запах. Он никуда не ушел. Он такой, вот какой и был вот в тот раз. Вот я его просто слышу. И еще небольшую такую зарисовку вам прочитаю, которая называется «Охота на китов». На одну экскурсию мы все же решились. Охота на китов. Не могу сказать, что я рыбак или охотник, но очистившись так далеко, грех было отказаться от такой экзотики. В океан мы вышли на небольшом катере. Человек 10 туристов разных национальностей. Всем раздали маски и ласты, показали нам человека, который вместе с нами будет нырять, посоветовали от него не удаляться и под водой смотреть на его сигналы. Что он рукой показывает, то и делать. Но главное этого кита нужно найти. За штурвал встал капитан. Так вот как выглядит настоящий тайтянский мужчина, когда он не забутыливает. Высокий, смуглый, с красивым лицом и длинными развивающимися по ветру волосами. Он лихо вел свое судно. Совершенно не обращая внимания ни на кого вокруг. От него невозможно было отвести взгляда. Но, думаю, даже если этого кита не найдем, а может оно и лучше, во всяком случае безопаснее, я навсегда запомню этого красавца с голым торсом и в цветных шортах. Конечно, мне хотелось, чтобы и он меня запомнил, но он ни на кого не обращал внимания. Я вообще заметила, что таитяне смотрят мимо нас. Мы им совершенно неинтересны. Это вам не французы. И при этом все говорят по-французски. Вот такой вот нонсенс. Не могу сказать, что студенцы так уж всем рады и всем улыбаются. Они гордые люди, смотрят на всех немного свысока и оценивающие. Честно вам говорю, глядя на их слегка приподнятые подбородки и снисходительный взгляд, поневоле вспомнишь про каннибалов. Нырял с нами, кстати, европеец. Я нырнула только один раз, тут же захлебнулась, поняла, что спасать меня тут некому, все выполняли команды, я быстро вернулась на яхту и дальше наблюдала происходящее с палубы. Периодически капитан вытягивал руку вперед, и это означало «вижу вроде бы кита». Тут же наш командир делал жест, мол, все за мной, нацеплял маску и кубарем валился за борт. Сподвижники ссягались за ним мгновенно, на борту вставались я, капитан и еще один англичанин, которого страшно укачало. Я пыталась в его сторону не смотреть, чтобы не поддаться статному рефлексу. У меня все хорошо, я любуюсь на капитана и отслеживаю, чтобы в очередной раз, не найдя кита, мой муж вынырнул обратно. Главному нырялщику и капитану вообще было все равно, сколько человек нырнули, сколько вынырнули, но мне так казалось. Кита искали долго, погода начала портиться, волны усиливались, а мы все носились по Тихому океану. Время от времени капитан гордо вытягивал руку вверх, ему там что-то казалось, и мы опять неслись вперед на поиски. Нас трясло на приличных непогоды волнах, укачивало уже не только англичанина. Причем в какой-то момент стало жутко промозгло. Нас обдавало холодными струями воды, океан засменил цвет на неприятно серый. Я похвалила себя за находчивость и достала из рюкзака теплую кофту. И о счастье! Примерно с пятого раза мы увидели его. Десятое чувство капитана ему подсказывало, что это здесь. Все тут же бултыхнулись в асфальтовые волны. Мне стало страшно. Как мне потом рассказал муж, зрелище не для слабонервных. Откуда-то снизу на тебя поднимается гора. Если подвернешься киту на пути, зашибет, не заметив. И вот эта махина стремительно двигается прямо на тебя. С ним детеныш. И ты ощущаешь себя песчинкой в этом мире, чего только природа не создала. Разного, красивого, некрасивого, больших и маленьких размеров, чтобы мы сравнивали и берегли друг друга. И я тоже этого кита увидела, потому что он вынырнул и поприветствовал нас знаменитым фонтанчиком. Ох, сколько ж было счастья! Мы устремились обратно, бесконечно хлопая друг друга по плечам. Друг, ты же это видел! В небесно-березовой лагуне мы еще поплавали с электрическими скатами, с рифовыми акулами. Сам капитан снисходительно предложил мне погладить ската, которого держал в руках. Я задохнулся от счастья. Мауруру, что на местном языке и диалекте означает спасибо. Вот вам про таитянский цветок, про тиаре, про кита. Ну, а продолжение следует, потому что про таити можно рассказывать, правда, долго. С вами была я, Елена Ронина, и вы на моем канале. Давайте говорить друг другу комплименты. Мы по понедельникам читаем рассказы. Сейчас мы читаем рассказ, такой длинный, с продолжением про таити. Из книги «Портрет в селеневых тонах» или «Путешествие...» Нет, не «Портрет в селеневых тонах», а «Путешествие бизнес-леди». Продолжение следует. И чао-чао. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова